Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка посылок с сайта Алиэкспресс И мы приступаем Первая посылочка, которая попала ко мне с почты Вот такой малюсенький пакетик И здесь лежит Не все удивятся, возможно не все испугаются Но если немножко доработать вот этот шов здесь скальпелем Или взять просто нагреть нож, немножко его повыводить То будет достаточно реалистично Потому что в данный момент я на него смотрю буквально с полуметра И вы знаете, очень-очень похоже на самом деле Можно его немножко потыкать какими-то иголками Положить в воду, чтобы он напитался влаги И если кому-то под пятую точку подложить Когда он сядет, он почувствует, что что-то мокрое И тогда он действительно будет очень счастлив и вам благодарен За такую шутку Это, конечно, сарказм Главное, чтобы он вас не убил Прикольная штуковина Кстати Только для вас Я нюхаю говно За это было мерзительно Ничем не пахнет Как ни странно Хорошо, что хоть не китайская Так, следующая посылочка А здесь у нас вот такой крокодильчик Да, некоторые распаковщики уже показывали такие вещи Я сам видел эту идею Не помню, у кого перенял Заказывал его достаточно давно Но, по-моему, цены там у распаковщиков что-то были в районе 5 долларов Этот же я нашел буквально за доллара полтора, наверное, или два Ссылочки, конечно, я оставлю в описании Потом перейдете, посмотрите, кому будет интересно Смысл такой Открыли пасть крокодила Просто подняв ее вверх Она зафиксировалась и не закрывается Потом, чтобы она закрылась Нам надо нажать на какой-то зуб Вот так вот Он достаточно резко меня укусил А нажимаем снова на этот же зуб И он уже не активен То есть это, так сказать Китайская русская рулетка Вот так-то Повеселись служимой Кого укусит крокодил Нажимаете пальцем Кто проиграл, того укусили Ну или наоборот Кого укусили, тот проиграл В общем, вещица забавная Я думаю, что обязательно вам понравится Здесь нет никаких батареек Ничего Просто обычной незамысловатой конструкции Обычный пластик Достаточно такой дешманский Имеется какая-то петелечка для того, чтобы повесить Куда-то Не знаю, зачем ее куда-то вешать Но все же Прикольная штуковина Главное, чтобы не сломалась И она будет радовать вас и ваших детей Следующая посылочка И здесь нас встречают Вот такие вот колпачки на колесах Только сегодня смотрел какой-то обзор на ютубе У кого-то Не помню канал Вспоминать тоже не буду И там были точно такие же колпачки Только полностью серебристые Они металлические Они не пластиковые Внутри имеется резиновый вкладыш Да, действительно, он есть И очень-очень круто будут смотреться на ваших колесах То есть накрутили их на ниппель И у вас будут вот такие прикольные колпачки Можно покупать для велосипеда Для машины, для самоката Да, в принципе Хоть на телегу поставить Было бы желание А мы перешли к следующей посылочке И здесь у нас Весы Да Я вот еще пакетик не вскрыл А я уже вижу, что это весы Вы знаете Достаточно такие тяжеленькие Какая-то имеется Инструкция На английско-китайском языке Пока пусть полежит в сторонке Так Здесь у нас вот такой крючок Кнопка power не работает Нужно две батарейки Необходимы Потом батарейки я найду Поставлю Сделаю какой-нибудь замер Ох Ни хрена себе Оно, наверное, не вытягивается Оно просто как-то так взвешивает А мы переходим дальше Вот здесь какой-то Очень-очень Опасный товар Будем открывать нежно Семена мака Да Главное, чтобы меня не смотрели Правоохранители Нет На самом-то деле Это не семена мака Это семена мухоловки Короче, вот такой вот цветок На который садится муха Или какое-то просто насекомое И она постепенно закрывает Свою пасть И после этого уничтожает эту муку Что-то мне кажется, что эти семена Какие-то Все поломанные Потресканные И очень-очень реально Похожи на семена мака Ну Попробую посадить эту хреновину Я ее реально заказывал Не просто, чтобы показать вам И выкинуть их А для того, чтобы вырастить Это растение То ли ангельская мухоловка То ли... Ну, короче, какое-то Такое Словосочетание из двух слов Одно из них Мухоловка Обязательно буду выращивать Эту фиговину По крайней мере, попробую И если у меня это получится Я вам потом покажу ее Расскажу И даже, возможно Получится заснять Как она съест эту муху Ну, или комара какого-нибудь Так А мы Переходим В следующей посылочке И здесь у нас Какая-то байда Такой Конвертик даже Слушайте И чтобы вот эта часть Не царапалась Мы клеим туда Вот такие вот наклейки Они вообще На самом деле прозрачные Это просто Желтая бумажка И эту прозрачную штуку И наклеили И у вас эта часть Будет не повреждена Ну, если она у вас До этого не повредилась Помогут они или не помогут Если честно Я не знаю Так И открываем Последнюю посылочку Которая у нас Немножко больше размером Чем предыдущая И здесь Какой-то песок У нас Или земля Что это такое? Ужас Оу Какие-то черви Смотрите Там целый пакет мусора Фу-фу-фу Китайцы Сволочи Что вы мне прислали? Что это такое? Сегодня, кстати Вот эта посылка Неудачная У меня упала Когда я ее забирал С почты И вот теперь Я начинаю вспоминать Что я такое заказал В общем Если вы Конкретный Рукожоп И у вас дома Вянут даже кактусы То На сайте Алиэкспресс Имеется Вот такое Чудо-растение Которое Как заявляют Китайцы Никогда не умирает Вы конечно Извините Я ее не буду Полностью Извлекать Я вот сейчас Его разрежу Чтоб вам показать Но Полностью Извлекать не буду Потому что С нее все сыпется Земля Песок Хрен пойми Что Вот такой вот Чудо-цветок Суть такова Этот цветок Всегда Остается живым То есть Если допустим Вы Дома держите Какие-то цветы И забыли Их полить Уехали куда-то Или просто забыли Они вас завяли Сгнили И все Чайная история Этот же цветок Либо Живет И цветет У вас Ну Растет Распускается Если честно Я даже не знаю Как это все происходит Либо он Находится Вот в таком состоянии Свернутый Просто кусок Грязи Такой Если вы его Забыли полить Но как только На него попадает Влага Он начинает Наверное Зеленеть Распускаться Открываться Ну и что-то Вроде того Это были все Товары на сегодня Ссылки на них Вы найдете Внизу под видео В описании Также там найдете Ссылку на Кэшбэк сервис EPN Для экономии Ваших денег При покупках А я с вами Прощаюсь Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok